Девушки отдыхают Кайгуль запомнит на всю жизнь. Первое самостоятельное путешествие за границу. Объявление нашла в интернете. Горящий тур. Дешево и почти все включено. Заключили договор, оформили визы. Но как только перешли границу, начались сюрпризы. Когда мы приехали в Китай, нас встретила переводчица. И она сказала, вы знаете, у вас проблемы. Мы не заказали гостиницу. Всего шесть дней в столице Китая. Посмотреть надо было много. Великая стена, чайная церемония и обязательно в зоопарк на Панду. Но все приятные воспоминания от Пекина смешались с недовольством от работы китайской турфирмы. Нам обещали, что наш переводчик, если мы захотим, если мы будем не сами ездить по городу на экскурсии, будет нам стоить 100 юаней в день. Приехав в Китай, мы позвонили в турагентство в Китай, оказалось, что переводчик стоит 200 юаней. Девушке пришлось вернуться на день раньше, потому что туроператор не рассчитал время прибытия. В день, когда возвращался поезд из Пекина, в Россию уже нельзя было уехать. Там, в Пекине, позвонить туроператору в Россию не удалось. Айгуль воспользовалась интернетом. Написала письмо в турфирму, но ответа так и не последовало. В департаменте международного сотрудничества Приморского края такого договора никогда не видели. Нет элементарного. Не указан туроператор, программа написана от руки. Ни фирменного логотипа, ни необходимых приложений. Если это туроператор, то у него должен быть соответствующий номер в Федеральном реестре Ростуризма. Если это турагент, то у него должен быть, согласно законодательству Российской Федерации, договор с туроператором. К договору, который заключается с турфирмой, обязательно должны быть прикреплены информационный листок и памятка для российского туриста, где прописаны все права и обязанности нашего человека за границей. Российские граждане с момента пересечения границы того или иного государства становятся иностранцами, на которых распространяется юрисдикция этого государства, то есть действия его уголовных, гражданских и административных законов и правил, а также национальных обычаев. Если, например, недовольны качеством услуг или ненадлежащее исполнение услуг было согласно договору, то турист имеет право в течение 20 дней со дня окончания действия договора подать претензии туристической компании. И туристическая компания в течение 10 дней должна эти претензии рассмотреть. Индивидуальный предприниматель Андрей Фисенко. Цены на туры супернизкие. Обещают организовать ваш отдых по высшему разряду. Претензию по турпутевке в Пекин он принимает чуть ли не с боем. Мы в цирку стояли. У меня взрослый человек. Пловно все привело. Он обещал, что все пройдет без проблем. Везде встретят, доставят и не будет никаких сбоев по программе. Мы писали о всех наших скитаниях, о том, что нас переводчики обманули, о том, что они сказали, что вы знаете, что мы вернулись. Я напомню, я отвечу письменно. Все турфирмы Приморского края, кто законно осуществляет свою деятельность, есть на сайте турприм.ру. Ни Андрея Фисенко, ни фирмы с названием «Автоколонна» на сайте найти не удалось. Индивидуальный предприниматель говорит, что уже не первый год на туристическом рынке, а вот претензию принимает впервые. И беды? Нет. Вы не знаете закона? Знаю закона. По закону в течение 10 дней вы должны мне дать ответ на эту претензию. Если ответа не последует, с жалобой на туроператора можно идти в департамент по туризму и Роспотребнадзор. Эти структуры уже будут разбираться в качестве предоставляемых услуг. Роспотребнадзор придет с проверкой и уже по суду заставит выплатить все денежные претензии туристу. Во время путешествия не задумываешься о судебных разбирательствах, лишь бы домой вернуться. Спорить с китайцами вообще бессмысленно, считает Айгуль. Когда приходит переводчица и говорит, у вас проблемы. Уже вольно-невольно задумываешься о том, что ты в чужой стране и по факту ты ничего сделать не можешь. Там никуда не пожаловаться не можешь. Там не дозвониться своей турфирме, которая находится в России. В прошлом году с российскими туристами в различных странах случилось вместе 6 происшествий. 107 человек погибли и около 400 пострадали. Статистика показывает, что русские за границей гибнут чаще других. Первые в черном списке стран Украина, Таиланд, Турция, Египет, Китай. Людмила скрывает свое лицо. Месяц назад с ней произошла неприятная история, которая до сих пор на слуху всех жителей деревни Васильевка в Михайловском районе. Со своим гражданским мужем поехали в Китай за одеждой. Но вернулась Людмила одна. На кровати он лег, а можно спать, будь как одеты. Я говорю, ну, даже, ради бога, спи одеты. И сумка была у него, получается, не включу. Она перекинула, получается, она это. И вот как так вот все, он захрапел еще, и я все, я вот за подушкой тоже снула. Когда проснулась, Василия не было. В номере жили с подругами Людмилы. Они и подняли тревогу. Обошли все ночные кафе, обыскали гостиницу. Когда уже расцвело, случайно заметили на козырьке труп мужчины. Окно было распахнуто. Вот, скажите, я буду сделать. Я уже нет, я буду делать здесь, в Москве, но в России. Потому что как там должна быть это, как его сестра моя возила, группа, она говорит, должны быть там с посольства, все такое там, это должно быть. Ничего в это не было. Только были вот китайцы, как говорится, и это, переводчик. В Суэфэнхэ есть представительство по безопасности российских туристов. И по всем правилам Людмиле должны были там помочь. Но для нее это была первая поездка. И о существовании такого органа она просто не знала. Переводчиком в полиции был китаец. Женщина подписала все бумаги в шоковом состоянии. Думала, что в России не помогут. А в России здесь написано, что криминала никакого нет. Хотя это, ну так. То есть деньги пропали, да? Деньги пропали, да. История темная, ведь сейчас прошел уже месяц с момента смерти. Собрать улики и найти свидетелей практически невозможно. В Краевом УВД нам сказали, что делом будет заниматься китайская сторона. Потому что преступление произошло в другой стране. Китайская полиция свое заключение уже вынесла. Самоубийство. А в России, как только вернулась, Людмилу вызвали к следователю. Но с тех пор из милиции никаких новостей. В соответствии с нормами международного права иностранцам предоставляется защита их личности и имущества на равных основаниях со своими собственными гражданами. Иностранцы также пользуются защитой со стороны государства, гражданами которого они являются, когда нарушены их законные права и интересы в стране пребывания. Такая защита осуществляется дипломатическими и консульскими учреждениями этого государства. При граничном Китае и городах Хунчуни, Суэфэнхэ есть куда обратиться русскому туристу. Сотрудники консульства говорят на русском языке и помогут решить проблему с покупками или несчастным случаем. Но о таких услугах знает меньше половины всего туристического потока. Когда едешь в Суньку, турагентства не всегда даже дают путевку. Ну как путевку, конечно, за меня платят и за проживание, и за проезд, и за питание. Но сам документ вы видели? Нет. Жители края привыкли ездить просто отдохнуть на выходных и не задумываются о возможных несчастных случаях. А ведь в стоимость путевки включено страхование туриста, которое обязательно для любого бюро путешествий. Туроператор, он придает страховку по минимальной цене, так как это еще один вид расходов. То есть вот турист, он хочет по минимуму заплатить за тур, по минимуму за страховку. Естественно, и страховое покрытие минимальное. Главный пункт страхования туриста – медицинское. Если за рубежом вы обратились к врачу и заплатили за его услуги, сохраните все чеки и копии договоров. В России вам обязаны погасить расходы. Туристы, которые к нам приходят страховаться, именно в страховую компанию, они уже знают, что существует такой вид страхования. Они уже попадали в эти ситуации, когда им необходима была медицинская помощь, они тратили огромные деньги. В последний год все больше на границе с Китаем туристов с индивидуальными визами. Некая свобода выбора маршрута и самостоятельная работа с китайскими гидами. Но в таком случае половина суммы за тур отдается на принимающей стороне. И ни квитанции, ни чеков русским туристам не выдают. Если и возникают претензии, на месте их решить сложно. Якобы мешает языковой барьер. А по приезду в Россию уже бессмысленно. Ведь деньги остались на той стороне. Бывают очень непорядочные партнеры. Это бывает со всеми. Тут уже ни от кого не застрахуешься. Поэтому турфирмы, которые работают по несколько лет на рынке, они, конечно, уже стараются работать с проверенными партнерами, с которыми никогда ничего не происходит, которые точно отработают так, как ты заказал. Департамент международного сотрудничества Приморского края контролирует все турфирмы в Приморье. Всего 54 туроператора имеют право организовывать безвизовый отдых в Китае. Но по факту в Суфенхэ можно поехать даже с частным лицом, разместившим свое объявление в интернете. На рынке сейчас очень большая конкуренция и, соответственно, очень много предложений. И если ориентироваться только на цену, можно действительно попасть. Опрос на сайте otvprim.ru показал, 17% жителей края много раз попадали в ловушки туркомпаний. А большинство опрошенных, 68%, доверяют только тем туристическим фирмам, которые проверили лично. Есть знакомые, они помогают выбрать нормальную турфирму, с которой можно выезжать за границу. Скорее на советы я бы посмотрела, потому что кто ездил, тот уже все прошел, все испробовал. Даже сами туроператоры говорят, лучше поехать за границу по рекомендациям знакомых. Но и в этом случае обязательно проверьте, есть ли у туристической компании все необходимые документы. Не стоит выбирать самые дешевые путевки. И ехать лучше, конечно же, не вдвоем, как мы ездили, и сами ходили на экскурсии, а уже группой. То есть, когда ты ходишь группой, все-таки какая-то защищенность есть. Поехать дикарями или отдать приличную сумму за все включено. Выбор путевки зависит от денежных возможностей, уровня авантюризма и определенной доли бесстрашия. Но в любой стране есть вероятность быть обманутым. Сколько бы турфирма ни обещала, устроить все по высшему разряду, позаботиться о своем отдыхе стоит еще дома. Субтитры создавал DimaTorzok